добрый день дорогие друзья сегодня я буду говорить с вами о том как я делаю горох на прикормку и на крючок для этого мы берем вот такой горох круглый и очень важно что надо выбирать горох вот с такой вот черной точечкой почему мы тоже долго думали почему именно черная точка лучше чем просто горох без точки потому что эта точка говорит о том что горох настоящий и без гмо потому что с гмо он идет без точки это горох одного сезона и ну карп наверно тоже понимает так же как и человек что нужно есть продукты без гмо заливаю горох водой и буду промывать зачем управлять от казалось бы мы идем на рыбалку мы кормим карпа на речке зачем проводить горох да ну варим моего то кастрюлю там где жена готовить жрать еще потом не было никаких проблем и теперь заливаю водой чтобы рок был покрыт где-то еще два раза больше чем сейчас есть объем потому что он себя возьмет очень много воды все залил водой теперь оставляю на сутки грох набухать ну что прошли сутки наш горох набух будем ставить варить варить буду горох недолго чтобы он просто был мягкий размягчиться и прекращаю варку ну что горох уже готов разминается не сильно потому что если сильно разминается потом он будет плохо держаться на крючке на вкус на вкус он уже готовый он уже мягкий все беру этот дорог сварены и высыпаю его и теперь засыпаю сюда гранулы макухи у меня гранулы есть макухи было много у кого это это может быть какая-то прикормка может быть что там панировочный сухарь может быть какая-то крупа для чего это чтобы это забрала макуха лишнюю воду и она у нас получается горох и горох тогда будет рассыпчатый он будет рассыпчатый будет без воды его легче будет везти еще добавлю а 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 все до завтра оно все это растворится макуха заберет лишнюю влагу и будет все окей все до встречи на рыбалке будьте здоровы Субтитры создавал DimaTorzok